Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Как же я по вам соскучилась! Я не знаю сколько, три дня или два дня, по-моему, сегодня третий день. Если бы я не выпустила видео, и вы мне там уже пишите, Лена, все у вас нормальное время, неспокойное, а вы куда-то пропали, как вы себя чувствуете, на WhatsApp приходят сообщения. Друзья, приятно аж до слез, очень, очень приятна ваша забота за то, что вы ждете мои видео, за то, что они вам нравятся, за то, что они вас воодушевляют на какие-то ваши дела, на ремонт, на перестройку, может быть, на какие-то вязаные вещи, потому что на моем канале три года, даже почти четыре года было только вязание. Я думаю, что есть что посмотреть. В общем, я вас очень всех благодарю. Мне очень-очень приятно. Ну, а куда я пропала? Расскажу вкратце. Все эти три дня мы занимались, ну, так скажем, вопросами с налоговой. Мне пришло уведомление в личный кабинет налог.ру, что я должна заполнить декларацию 3НДФЛ, что по их данным у них есть сведения, что продана квартира, это имеется в виду московская квартира, и я должна заполнить декларацию и, естественно, должна заплатить налог. Если честно, эта информация выжила все мои соки. потому что это не малые деньги. Я не буду сейчас озвучивать эти суммы, но это деньги, так скажем, если бы я их заплатила, то это были бы мои последние деньги, которые я отложила на ремонт снаружи дома и участка, то есть на ремонт крыши, на облицовку пристройки, на облагораживание двора, на то, чтобы как-то довести до ума сарай. Ну, в общем, на все вот это. И вот, представляете, приходит вот такое уведомление. И оно пришло и дочери. А у дочери, она, все, что у нее было после покупки нового жилья уже здесь, в Чаплыгине, она все вложила в ремонт. И сейчас, можно сказать, на нуле. И благодаря ее папе, который приехал сюда с Украины, и помогает ей делать ремонт. Естественно, бесплатно он это и делает. Ну, как же, это же родной папочка. Все понятно. Но, опять же, если бы не он, то, ну, я вообще не знаю, как бы из этого выкарабкиваться. А тут еще нужно заплатить вообще неподъемную сумму. И вот эти два дня, видите, люди ходят, причем молодежь. Это я для тех, кто пишет, где ваши люди. И вот два дня. Сначала мы записались в налоговую, здесь, по месту жительства, в городе Чаплыгин. Затем нас записались. Я отсылала ответ, пояснение, почему мы не будем платить этот налог с дохода. Вот. Но я не буду вдаваться все в эти подробности. Просто лишь хочу сказать, что незнание закона не освобождает об ответственности. Может быть, у вас такая тоже ситуация. Может быть, вы продали жилье или собираетесь его продавать. Так вот, я вам сообщаю, что срок владения вашей недвижимостью должен быть более трех лет, если это ваше единственное жилье. Если у вас есть еще жилье, то срок владения недвижимостью до продажи должен составлять пять лет. Этот закон действует с 16-го года. Раньше было три года на все случаи жизни. А сейчас пять лет. И вот нам прислали эти уведомления в связи с тем, что мы владели квартирой менее пяти лет. Мы долю выкупляли в квартире в Москве. И после выкупа этой доли мы владели этой нашей собственностью всего три с половиной года. Вот они нам прислали это уведомление, что мы должны заполнить декларацию и, соответственно, заплатить налоги. Но есть одно но. Если это у вас единственное жилье и вы после продажи в 90 дней, в период 90 дней успели купить новое жилье, значит, вы освобождаетесь от налогов, с доходов, от продажи вашего первого жилья, потому что это и есть доказательство, что это ваше жилье было единственным. Ну вот мы ходили в налоговую и доказывали свою правоту, что мы продали квартиру. Да, мы ею владели менее пяти лет, долей в квартире. Так-то как бы мы были прописаны там, но не имели ничего в этой квартире, пока не выкупили долю после смерти моей свекрови. И вот эту информацию мы доказывали. Мы приложили копии договоров купли-продажи нового жилья. И у меня после, значит, то есть 2-го числа у меня была сделка по вот этому дому в Чиплагенюане, по-моему, в конце октября. То есть мы уложились в эти 90 дней, которые даются на покупку нового жилья, чтобы не платить вот этот налог. Так что, друзья, гора с плеч упала. Мне очень-очень радостно, но и в то же время печально, что вот такая ситуация происходит в нашей стране. Так что имейте это в виду, кто собирается продавать или покупать. В общем, сначала изучите законы, все тонкости и нюансы, а потом уже приступайте к действиям, к сделкам, продажам, покупкам и так далее. Вот. Поэтому все это выбило меня из колеи. И, ну, я была как выжатый лимон. Конечно же, продолжала делать дела дома. Сейчас покажу вам, что я успела сделать за это время. И поделюсь некоторыми лайфхаками. Пусечка, ты тут спишь. Ти, моя девочка. Ти, моя сладкая. Ты мурчишь. Ти, моя красавица. Мурчалочка моя. Мурчалка. Пуся там спит. Здесь Кузьма, а Монька, наверное, где-то там под ванной. Итак, друзья, посмотрите, какую красоту я уже здесь сделала. Вот так вот спонтанно пришла идея в голову сделать эту плиточку в этом рабочем кабинете, перетекающем в гостейную. То есть там будет вот стол с компьютером, а здесь будет стоять угловой диван. Вот эту стену я дошла только до розетки. Розетка здесь неудачно сделана, некрасиво. Завтра приезжает Лешик всего лишь на один день, и мы будем это устранять, короче, здесь переделывать. Поэтому монтировать плитку на этой стене я не смогла. Сначала нужно устранить вот это, а потом уже докладывать плитку. Но зато я сделала вот эту стену. Выложила кирпичиками и покрасила. Но покрасила, вы видите, как. То есть она вот такая будет цветная. Сделала тон. Вы помните ту делюксовскую краску серую, которая пришла бракованная. Вот я ее добавила в белую краску и сделала вот такой серый тон с белосерыми кирпичиками. По-моему, получилось очень замечательно. Опять хочу сказать, что мне очень повезло. Значит, я начинала класть кирпичики сверху, снизу вверх. Снизу вверх. И посмотрите, куда пришел кирпичик под потолком. То есть мне не пришлось пилить кирпичик там. Ну вообще пилить кирпичик, скажем так. Никак не пришлось. Вот просто четко, вот четко лег кирпичик вверху стены пришел полный-полный кирпичик. Причем вы видите, как здесь идет большой кирпич и половинка. Большой кирпич и половинка. И вот так вот закончилось вверху большим кирпичом. И также стена начиналась внизу. Тоже с большого кирпича. Друзья, и это все как бы ничего не высчитывалось. Просто опять мне повезло. Что еще хочу сказать по поводу выкладки кирпичиков. Все каналы, все каналы, буквально, которые я смотрела перед тем, как заняться вот этим монтажом кирпичиков, я смотрела. И всем говорили, что нужно грунтовать стену. Нужно грунтовать кирпич, а потом его выкладывать на стену. Друзья, я вообще ничего этого не делала. Вот здесь с этими стенами, если честно, я то ли в порыве, то ли я не знаю, я забыла, что нужно после финишной шпаклевки, вот этой стены вот белая, нужно ее прогрунтовать перед тем, как выкладывать кирпичики. Друзья, я этого не делала. Ну, вы знаете, что сами кирпичные плиточки я вообще не грунтовала. Ни в кухне я выкладывала, ни вот в коридоре, ну, не в коридоре, а там, где гардеробная. То есть, я кирпич вообще не грунтовала, потому что это очень затратно по времени и это неудобно. То есть, этот кирпич нужно окунуть в грунтовку, потом как-то его поставить, он стекает, сохнет, в общем, это бррр, это очень-очень сложно. А все, вся, весь секрет, это то, что кирпич монтируется на финишную шпаклевку витамин с добавлением клея. А эта шпаклевка практически въедается в этот, может быть, там тоже есть гипс в этом витамин, я не знаю, но вот она просто въедается, эта шпаклевка, и этот кирпич никак не оторвать. Жидкие гвозди, на которые монтируют кирпич, друзья, не делайте так, у вас отскочит весь кирпич. Небольшая разность температур, там, влажность какая-то в комнате, все подскакивает, не верьте, и это очень, ну, как сказать, по финансам бьет эти жидкие гвозди. А вот шпаклевочка витамин с добавлением клея ПВА решит все ваши вопросы. Ну, по-моему, очень красиво. Я сейчас отойду на кухню, и вот когда я иду с кухни, и если дверь открыта, вы увидите, как красиво это сливается стеной в спальне. Вот, посмотрите, вот сейчас вот этот ракурс, о котором я говорю, конечно же, там будет стоять диван, конечно же, там будет висеть бра, там будет красивый вот этот кварц-винил, пол из него, но посмотрите, как красиво вписались эти кирпичики вот с цветом этой стены оляпистой, да, обоев, ну, вот просто один и тот же но мне очень нравится. Напишите, пожалуйста, в ваших комментариях, как вам вот такое мое неожиданное решение. А еще я очень хочу поблагодарить мою подписчицу Леночку, которая посоветовала мне перевесить вот эту туфельку в центр. Друзья, вот не знаю, когда бы я догадалась об этом. Помните, эта туфелька висела вот здесь, где сейчас висит вот эта коровка. И теперь вот как бы это еще один такой намек. Каждый, может быть, поймет по-своему, но эта туфелька с этим цветочком теперь в центре всей вот этой галереи. Леночка, спасибо тебе большое. Ну, просто замечательно смотрится. Кстати, я получила вторую такую туфельку. Теперь у меня пара этой обуви. и за 280 рублей, я думаю, что это прекрасно. Вот, вторая туфелька сейчас красуется в спальне. Розочки я убрала к себе на тумбочку. И сейчас они красуются у меня на тумбочке. В общем, все как-то очень-очень красивенько. А теперь хочу поделиться с вами еще одним своим неудачным опытом. Вот эта люминесцентная краска вот видим, да, люминесцентная. Стоит 20 миллилитров 300, по-моему, 30 рублей. Друзья, я разочарована. Я покрасила этой краской циферблат. вот в этих часах циферблат я покрасила и вот эту вот часть. надеюсь на то, что я буду вечером видеть цифры, видеть время. Также покрасила этой краской цифры и стрелки вот в этих часах. И также покрасила стрелки и цифры вот в этих часах. Друзья, нигде ни на одних часах ночью я ничего не вижу. То есть это просто выброшенные деньги. Может быть стоит покрыть еще один раз, но я этого делать не буду. Мое чувство, что это должен быть очень-очень жирный такой слой краски, чтобы она светилась. Вот когда она в баночке и когда темно, вот эта баночка вся горит. То есть как будто бы краска работает. Но на поверхности вот на часах там или еще где-то ну у меня не получилось. Так что просто выбросила деньги. Имейте это в виду. А вот этой полезной информацией я хочу с вами поделиться и поблагодарить вас за то, что вы мне подсказали вот такую тяпочку. Это плоскорез Фогена. Я смотрела на Озоне и там приблизительно за вот эту цену вот вы видите 686 рублей стоило всего лишь одна штука. На Вайлберис вот этот набор с черенком метр тридцать второй по-моему поменьше и здесь два вот этих плоскореза то есть они в наборе идут вот здесь показаны рассказаны их параметры но извините две штуки это уже как-то очень хорошо за эту цену то есть один побольше другой поменьше вы очень хвалили вот этот плоскорез Фокина вот сейчас заказ пришел в Вайлберис и я пойду его покупать забирать с пункта выдачи и потом вам конечно в следующем видео покажу что я получила ну а сейчас я хочу показать вам сколько у нас снега какое у нас солнце причем солнце светит сегодня третий день с утра и до самого захода друзья такого в Москве ну вообще не встретить и у меня радуется душа я никак не могу к этому привыкнуть что солнце в феврале может светить целый день и несколько дней подряд и хочу поздравить вас с большим сегодняшним праздником сегодня с третьим встречается зима с весной и у них между ними война по этому дню судят какой будет весна ну вот наверное в кадре вы видите что петушок напился водички у нас не могу к сожалению показать что там ложится капает с крыш ну вы можете в кадре увидеть это значит петушок водички напился ну и судя потому что вот такое солнце весна должна быть ранней и теплой будем надеяться что так и будет я вас всех поздравляю с этим праздником скоро весна уже ею пахнет сегодня может быть посмотрю что там у меня с семенами Танечка мне привозила я вчера кстати купила сейчас вам покажу уже хотела прощаться но вот вспомнила еще об одной своей покупке в светофоре купила я вот такие два поддона и вот такие ой там еще что-то лежит ой я даже не посмотрела какие-то сейчас камеру отключу посмотрю для чего я это даже не знала короче выглядеть это будет вот так такой вот горшочек с дырочками чтобы вода просачивалась ну и чтобы земля не просыпалась вот такие подкладушки кладутся на дно горшочка вот друзья честно говоря я уже и чек выбросила не знаю сколько это стоит ну я не думаю что дорого вот два таких набора буду ставить закрывать где-то от котов честно говоря не знаю где и сажать сюда думаю что перчик посажу вот на днях замочу посажу перчик и поставлю на подоконник по моему очень удобно давайте прям сейчас посмотрим отлично вписался так что весной я буду с перчиком а вы уже сажали рассаду и что вы сажали все мои хорошие на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео такое спонтанное надеюсь вам было интересно надеюсь на это я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока 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 Продолжение следует...